Добрый день! Мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно, по традиции, мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 23 июня и киевское время 19 часов. Но прежде чем мы приступим к общей оперативной обстановке, которая сложилась на всех оперативных направлениях и линии фронта, я хотел бы начать с поздравления. Сегодня очень важный день. Сегодня, ровно 29 лет назад, в службе безопасности Украины был сформирован центр специальных операций А. Его еще в народе называют Альфа. Альфовцы, спецназ СБУ. Очень уникальное подразделение, которое сегодня не в стороне, а на самых, я бы сказал, передовых рубежах борьбы за нашу независимость и свободу. Они с первых дней вступили в бой с рашистскими оккупантами. Причем особая роль в том, что, центра специальных операций в том, что они начали воевать, когда не было самого фронта. Сегодня они воюют в основном за линией фронта. И личный состав подразделений, там не одно подразделение в этом центре, хотя оно и не многочисленное. Это не вооруженные силы, но тем не менее, они воевали и принимали участие в операциях от острова Змеиной до Бахмута. Центр специальных операций принимал участие на различных оперативных направлениях и в различных боях. Сейчас мы знаем с вами, что идет реформа, очень надеемся на нее, что эта реформа будет удачной. Наша служба безопасности вырастет в глазах общества. И глава службы Василий Малюк даже поднял ранг центра специальных операций, сделал его одним из ключевых звеньй обновленной службы безопасности Украины. Защищали они Харьковскую, Сумскую, Черниговскую, Донецкую, Запорожскую, область везде. И хотя это подразделение выполнили за полтора года ведения войны, они выполнили 3000 специальных и более 1200 оперативных боевых задач. То есть объем работы, я бы сказал, огромный. И хотя это, еще раз повторюсь, подразделение немногочисленное, но в активы этого подразделения на сегодняшний день за полтора года активных боевых действий записано около 4000 уничтоженных оккупантов. Это только уничтоженных, они есть еще раненые. А также свыше 1100 единиц техники, причем самой различной техники. От боевых бронированных машин, танков и артиллерийских систем до машин с боеприпасами, а иногда и штабных командных машин. Если вспомнить из таких самых ярких, ну, наверное, остров Змеиный. Там была специальная операция, которую проводили исключительно бойцы Альфы, и она была очень успешная. Вы вспомните, остров переходил несколько раз из рук в руки, и арашистские оккупанты несколько раз высаживали там свой десант и пытались, захватив, удержать этот остров. Ну, вот одна из операций, которая была успешная, надо отметить, проводилась именно силами подразделений Альфы по освобождению острова. Также надо отметить, что более 250 сотрудников Центра специальных операций получили различные награды. К сожалению, 7 из них посмертно, а звание Героя Украины удостоилось 5 спецназовцев на сегодняшний день. К сожалению, они воюют не открыто и воюют не на линии фронта, на передовой, они воюют за линии фронта. И причем, я бы даже сказал, служба безопасности Украины, она оказалась в такой ситуации, когда она везде. И на территории страны, потому что это борьба со шпионажем, это антитеррористическая деятельность, это контрразведка. И она на фронте, ну, в основном за линией фронта. Это специальные операции, оперативно-боевые задания и так далее. То есть она везде. К сожалению, я так понимаю, что мы многие фамилии узнаем уже после войны в мемуарах, когда они напишут о тех подвигах или тех боях, в которых они принимали участие. Ну, благодаря вот на главе службы безопасности Украины Василия Малюка, мы иногда слышим фамилии в одном из интервью телеканалу, он несколько фамилий назвал тех людей, которые особо отличились и участвовали в каких-то ключевых специальных операциях. Поэтому пожелаем им удачи, всем вернуться домой живыми и с победой, со счетом, а не на счете. Ну, а мы с вами и еще одно у меня сегодня есть, чего бы я хотел назвать, начать, точнее, наш обзор оперативной обстановки. Вообще, произошло такое событие, которое, ну, на мой взгляд, будет ключевым. Точнее, не ключевым, а знаковым. Вот так правильнее будет назвать. Пока что информация только от наших военных на передовой, и она распространяется телеграм-каналами, мы ждем официальное подтверждение этой информации. Но в результате боев в районе Старомихайловки, это севернее Майренки, ну, даже, можно сказать, между Авдеевкой и Майренкой. Вот, наши вооруженные силы Украины захватили позиции, в результате удачной контратаки, захватили позиции, которые находятся за линией разграничения по Минск-2. То есть, мы впервые за все время ведения активных боевых действий после массированного вторжения рашистских войск, мы освободили, хоть не маленький участок, но территорию, которая была оккупирована с 2014 года. Поэтому я говорю, что я считаю, что это событие знаковое. Ждем вот официального подтверждения от нашего генерального штаба о том, что это, да, это соответствует действительности. Но очень хочется верить, что так оно и есть. Нашим военным, я думаю, стоит доверять. Так что, видите, медленно, но уверенно мы начинаем движение в сторону нашей победы. Ну а теперь по порядку о оперативной обстановке на линии фронта. Силы обороны продолжают, Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. На направлении Новоданиловка-Работина и Малая Токмачка-Новофедоровка наши силы обороны имели успех. Они закрепляются, сейчас противник был отодвинут нашими войсками, и сейчас наши войска закрепляются на достигнутых рубежах. При этом нанося огневое поражение врагу с помощью дистанционных способов. В частности, работает наша артиллерия по выявленным целям противника и осуществляет меры контрбатарейной борьбы. Кстати, насчет контрбатарейной борьбы, очень часто задавали вопросы. Еркчайший пример контрбатарейной борьбы, вот сейчас появился на YouTube, есть видео, как наша артиллерия уничтожает взвод, артиллерийский взвод галбиц Д-30 рашистских оккупационных войск. Там и галбицы накрываются, и, соответственно, боекомплект, и личный состав, который находится. Вот это и есть контрбатарейная борьба, когда артиллерия борется против артиллерии. Очень наглядно, посмотрите, рекомендую. Далее, враг сосредоточил основные усилия на наведении обороны и недопущении продвижения наших войск на Ореховском направлении, вводит в бой дополнительные резервы, пытается восстановить утраченное положение, то есть они очень сильно контратакуют, наносят контратаки, пытаясь вернуть себе утраченное. Но так как и подтягивают из тыла, со второго эшелона подразделения, при этом не проводя перегруппировки, и фактически это получаются местные атаки. А с учетом понесенными ими потерями в оборонительном бою, мы наносим намного больше потерь, чем несем сами. Они отступают и не перегруппировываясь, а подтянув какое-то свежее подразделение неполного штата, они пытаются контратаковать наши позиции для того, чтобы вернуть утраченное и несут еще большие потери. Вот такая вот сегодня складывается обстановка, особенно на Мелитопольском и на Бердянском направлениях. Сила обороны Украины продолжает сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении, здесь в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области идут ожесточенные бои. На Авдеевском направлении в районах населенных пунктов Северная и Авдеевка тоже ожесточенные бои. На Марьинском направлении в районах населенных пунктов Марьинка и Победа Донецкой области. Наши силы обороны противостоят противникам, стараются нанести как можно больше потери в личном составе и технике. Враг действительно несет огромные потери, но при этом продолжает на этих направлениях атаковать. То есть, если мы посмотрим на линию фронта, у нас получается такой, я бы сказал, тени-толкай. С одной стороны, мы контратакуем и имеем успех и продвигаемся вперед. С другой стороны, видимо, это решение Генерального штаба Рашистской Федерации. Видимо, Герасимов решил, что там, где у него есть войска, надо атаковать. Там, где он не может сбить темп нашего наступления, вот на Бердянском и Мелитопольском направлениях, там они сидят в жесткой обороне, опираясь на те рубежи, которые они там создали. Ну а на востоке Украины, Луганская область и часть Донецкой области, видимо, принято в Москве решение идти в наступление. И они действительно там пытаются идти в наступление. Сходу у них там немного получилось в направлении Купенска и в районе Серебрянского лесничества. Но мы за сутки купировали, то есть остановили. Остановили сначала за сутки это продвижение противника, они имели частичный успех. А потом в результате контратак мы вернули утраченное и фактически линия фронта осталась на месте. Но при этом рашистские оккупационные войска понесли значительные потери. Вот так вот сегодня выглядит линия фронта. Где-то мы обороняемся, продолжаем вести оборонительную операцию, где-то мы продолжаем вести контрнаступательные действия. Пока еще не операцию, пока еще действия. Агрессор сосредотачивает усилия на, ну вот я сказал, Ливанское, Бахмутское, Авдеевское и Маринское направления. В течение суток на этих четырех направлениях произошло более 30 боевых столкновений. Ночью 23-го, ну сегодня ночью, противник нанес удар по Украине с самолетов стратегической авиации. Это тоже эпопея ракетно-шахетная, она никак не дает противнику покоя и поэтому они продолжают. Ну, сегодняшняя ночь, я думаю, это была месть за вчерашние мосты. Я сейчас объясню, что я имею ввиду. Удар наносился стратегической авиации, самолетами Ту-95МС, с акватории, как обычно, с акватории Каспийского моря. И было выпущено 13 ракет. И все 13 ракет были направлены на аэродром, на военный аэродром в Хмельницкой области. Видимо, у противника складывается впечатление, что этот аэродром очень важен. И он имеет, очевидно, они думают, что он имеет какое-то отношение к ударам по мостам между полуостровом Крым и материковой Украиной. Но надо расстроить адептов русского мира, потому что силы противовоздушной обороны сбили 13 из 13 пущенных ракет. Ни одна ракета не достигла своей цели. Да, было жарко, в небе было сражение настоящее, но наше ПВО сработало и ни одна ракета не достигла своей цели. Все они были сбиты. Большинство ракет было сбито в Хмельницкой области, но начинали их сбивать, насколько я понимаю, еще сразу при заходе в воздушное пространство Украины. Вообще за прошедшие сутки противник нанес ракетный удар и авиационный удар по территории Украины, применив три аэробаллистические ракеты. Это вчера мы с вами обсуждали, вчерашняя ночь. Типа Х-47 «Кинжал», три крылатые ракеты Х-22 и четыре дрона «Камикадзе» Шахет 136 или 131. Силами и средствами противовоздушной обороны. Вчера три дрона были уничтожены, но ракеты, к сожалению, не были уничтожены, достигли своей цели. И я вам рассказывал, там в районе Кривого Рога, ну, кстати, расстояние от, если верить журналистам, то ракеты упали в полутора километре от дамбы. Это очень далеко, поэтому я вчера вам объяснял, что они высокоточные и немного усомнился в том, что они действительно были направлены на дамбу в городе Кривой Рог водохранилище. Вообще скажу так, что, ну, ракетами разнести дамбу так, чтобы было, чтобы ее поразрушить, как, например, Каховскую, я не знаю, это должен быть, наверное, массированный ракетный удар. И они почти все должны попасть в цель. Вот. Как мы видим из опыта, дамба подрывается изнутри. Что во время Второй мировой войны советские войска подорвали Днепрогресс изнутри. То же самое повторили расистские оккупанты, сейчас подорвав Каховскую дамбу изнутри. Далее. Кроме того, враг нанес 49 авиационных ударов за прошедшие сутки. Совершил около 50 обстрелов реактивными системами залпового огня. Вероятность нанесения авиационных ракетных ударов по всей территории Украины остается очень высокой. По оперативным направлениям. Волынское и Полесское направления. Здесь оперативная обстановка без существенных изменений. Северское и Слобожанское направления. Тут противник нанес авиационный удар в Харьковской области. Совершил минометные артиллерийские обстрелы в Сумской и Харьковской области. Также наша артиллерия ведет огонь вдоль государственной границы Украины. По борьбе с контрбатарейной борьбе, по борьбе с огневыми средствами противниками, наносящими удары по нашей территории. Так что здесь в основном обстановка тоже без особых изменений. На Купинском и Лиманском направлении. Вот здесь враг продолжает локальные наступательные действия на позиции наших войск. Особенно в районе Серебрянского лесничества. То, что я вам говорил, они бьются об нашей позиции, ну, как о каменную стену. Сейчас ситуация на линии фронта стабилизирована. Наша оборона устойчива. И мы просто отражаем атаки, наносим максимальный урон войскам противника. Кстати, по активную зону подскажу, ну, как принято сейчас говорить, лайфхак. Раньше говорили, секрет открою, наверное, небольшой. В том плане, что вы можете включить на карте Дип-стейта, можете включить зону лесных пожаров. И будет видно тогда в районе Серебрянского лесничества, там, где сейчас горят леса, они горят из-за мощного или плотного артиллерийского огня. И в районе пожаров это и есть районы самых активных боевых действий на этом направлении. Также противник предпринял попытку улучшить свое тактическое положение в районе Масютовки, тут же на Купинском-Лиманском направлении. Потерпел неудачу и вынужден был откатиться, понеся большие потери. В принципе, на Бахмутском направлении здесь продолжаются бои на восток и северо-восток от Клещиевки. Силы обороны имели частичный успех, продвинулись вперед, ждем сейчас цифру, насколько вперед. И закрепляются на достигнутых рубежах. То есть здесь мы потихонечку вгрызаемся, медленно, но уверенно, от Клещиевки с юга, уже поворачиваем на северо-восток. Потихонечку обходим населенный пункт Бахмут. То есть город Бахмут потихоньку начинает попадать в полуокружение. Ну пока это уже, это говорить о полуокружении еще рано, но тем не менее, как бы направление движения понятно и, естественно, цель тоже этого продвижения вглубь обороны врага тоже понятна. Далее, Авдеевское-Маринское направление. Здесь противник проводил наступательные действия в районе Северного и Авдеевки, и в районе Маринки и Победы. Все попытки наступать не уменьшались успехом, противник понес потери и откатился на исходные позиции. Также забыл еще добавить, здесь Первомайская тоже была попытка. Несмотря на то, что мы там их очень сильно подвинули в районе Первомайского после их очередной неудачной атаки. Но тем не менее, они продолжают, ну видимо приказ любой ценой просто идти в атаку и заставить нас выдвигать резервы. Кстати, да, если послушать рупор российского Министерства обороны Коношенкова, то мы уже ввели последний резерв в бой, все у нас уже закончилось. И из последних сил, силы обороны Украины якобы удерживаются немаемые позиции. Только получается пока немножко, как говорят, все было бы хорошо, но есть нюанс. Нюанс состоит в том, что потери атакует в основном российская сторона и основные потери несет российская сторона. Далее, Бердянское направление. Здесь продолжаются бои на участке Левадная-Новодаревка. Очень ожесточенные бои, я уже вначале вам говорил, но посмотрим, пока линия фронта стоит, никуда не двигается, дальше будем наблюдать за событиями на этом направлении. Запорожское направление, или Мелитопольское его еще сейчас называется. Здесь самые ожесточенные бои идут севернее Работина, Работиного. Но линия фронта не изменилась. Там идут позиционные бои, но очень высокой интенсивности. И остается у нас Таврийское направление. Здесь противник продолжает вести оборонительные действия. Продолжает следовать за отходящей водой в сторону русла Днепра. Сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Наносит авиационные удары и ведет артиллерийский огонь по правому берегу реки Днепр. На всем участке от Энергодара до Херсона. Мы ведем контрбатарейную борьбу. Но в то же время силы обороны Украины наносят огневое поражение по критическим объектам нашего врага. Включающим в себя важные логистические пути. В частности Чангарский мост. Причем там не один, там оба и старый и новый мост. Или там основной и запасной они называются. Но тем не менее, запасной, я так понимаю, это уже старый мост. А основной это новый мост. Так вот, по нему был нанесен удар. Кстати, мы не отрицаем, и российская сторона там уже начала опубликовать фотографии осколков, что это были ракеты Штормшедов. Да, конечно, ракеты Штормшедов это были. Ну, посмотрим теперь, вспомним вчерашнее заявление Шойгу о красных линиях, о ракетах Штормшедов и все остальное, и Хаймерс. Ну, вот Штормшедов прилетели. Хаймерс пока еще чуть-чуть не долетает, но мы надеемся, что скоро и Хаймерс будет туда долетать. Так что мы продолжаем работу по уничтожению и логистике рашистских войск на нашей территории. Как вывод, за прошедшие сутки можно по военной обстановке сделать следующее. Что существенные изменения за прошедшие сутки на линии фронта не зафиксированы. Враг продолжает активизироваться, мы немножко снижаем боевую активность. Так что вот такая вот общая ситуация. На оккупированных территориях, тут надо отметить, что понеся большие потери, рашистские войска используют наших граждан в качестве живого счета. Так, во временно захваченную Кременную прибыло подразделение российских оккупантов в составе более 300 человек. И этих людей распортировали малыми группами в частных домах среди местного населения, чтобы мы не могли открыть огонь и уничтожать противника на нашей территории. Вот так вот они используют наших граждан и их имущество для того, чтобы прикрыться ими как живым счетом. Авиация Силы обороны Украины за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава. Противника и 4 по зенитно-ракетным комплексам врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления войсками противника, 4 района сосредоточения личного состава и военной техники, 2 состава с боеприпасами, 1 состав горюче-смазочных материалов, 23 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 2 средства радиоэлектродной борьбы и 2 узла связи противника. То есть даже по результатам видно, что наша артиллерия трудится не покладая рук в плане нанесения урона противнику во всех видах и сферах его войск. За прошедшие сутки силы обороны Украины в целом уничтожили. Личного состава врага 680 человек, в технике танки 4 единицы, боевые бронированные машины 15 единиц, артиллерийские системы, внимание, сегодня, я так понимаю, рекорд. 44 единицы артиллерийских систем, 3 средства противовоздушной обороны, 9 беспилотников оперативно-тактического уровня, 30 единиц автомобильной техники и 6 единиц специальной техники. Вот такой вот урожай. Но по артиллерии просто параллельно. Практически, я вам скажу, 44 системы, это фактически артиллерийскую бригаду накрыли. Почти 3 дивизиона. Вот такая вот арифметика. Вот такая военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Ну а мы с вами немного поговорим о военно-политической обстановке, которая происходит в Украине и вокруг нашей страны. Ну, надо, наверное, начать с того, что, опять же, вспоминаем наших спецслужб и благодаря их работе, в том числе и службы безопасности Украины и Министерства и Вооруженных сил Украины, и, точнее, там, в основном, главное управление разведки Украины, а также по заявлению Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий, было, есть сообщение о том, что нам удалось вернуть на подконтрольную нам территорию тела 51 нашего защитника для дальнейшей передачи родственникам и захоронения их по месту проживания. То есть, видите, мы даже тела возвращаем с пленными туго, но хотя бы возвращаем тела убитых наших солдат. Россия, кстати, не очень спешит забирать тела, и мы храним их, не знаем, как их передать. Обмены происходят иногда, но количество не те, которые Российская Федерация несет в потерях на нашей территории. Очень интересную новость опубликовала британская разведка. Британская разведка зафиксировала, что в Севастополе на боевое дежурство Севастопольской бухты Российская Федерация поставила боевых дельфинов. Да, в Ялте есть дельфинарий, он еще с советских времен, там где тренировали. Когда-то, в годы Холодной войны, это была очень программа, ей занимались спецслужбы и Соединенных Штатов, точнее не спецслужбы, а армейцы. И дельфинов тренировали и вести разведку, ставить радиомаяки, и тренировали ставить мины. В основном магнитный дельфин подплывал под корабль и крепил мину на днище корабля ниже ватерлинии. Для корабля, как вы знаете, ниже ватерлинии пробойна, это очень огромные проблемы. Но со временем это все, программы свернулись, почему? Потому что сегодня это не приносит такой большой эффективности. Но, видно у страха глаза велики, что отметила, почему британская разведка обратила внимание на этот факт. Потому что в последние дни расистское командование в два раза значительно увеличило численность дельфинов, которые на охране Севастопольской бухты. И якобы, по данным британской разведки, эти дельфины должны защищать еще и от дайверов. Хотя дельфин к человеку относится очень благоприятно. Я не знаю, как надо его выдрессировать, чтобы он боролся с человеком в воде. От дайвера, который может проникнуть в бухту. Вот так они боятся. Но это после того, как туда зашли в бухту дроны морские. Они сейчас и сетку там натягивают. Видите, и дельфинов туда сейчас привезли. И они тоже охраняют. Но, знаете, как британская разведка какой вывод сделала? Они назвали это совковый метод. Ну, если им так спокойнее, пусть так будет. Далее, в Украине очень серьезно относятся к вот этой ситуации, которая складывается вокруг Запорожской атомной станции. И принято решение, об этом объявил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко, что сейчас развернуты штабы и будет проведено учение на случай теракта на Запорожской атомной электростанции. То есть, оповещением эвакуации, организация эвакуации граждан и так далее. Определением районов, которые могут быть. То есть, мы хотим быть готовыми к тому, что если что-то случится, то будем действовать уже по отработанным лекалам. Опыт никогда не помешает. Опыт это такая штука, как и знание, ее за плечами не носить. Поэтому, я считаю, абсолютно правильное решение. Пусть будет отработать документы, определять силы и средства, потренирует личный состав. Ну, будем надеяться, что нам это все не пригодится. Только в качестве опыта. Далее, в Соединенных Штатах. Тут конгрессмены зарегистрировали, даже сенаторы зарегистрировали проект резолюции Сената. В котором отметили, что в случае ядерного удара вооруженными силами Российской Федерации по Украине, выброс коснется НАТО. То есть, радиоактивное облако и радиоактивный шлейф может достигнуть любой из стран НАТО. И это можно будет считать нападением на НАТО. Кстати, об этом говорилось год назад. Сейчас они внесли резолюцию для того, чтобы это имело форму документа. Помните, когда первые ядерные угрозы, это было уже ближе к лету 2022 года. И тогда было сделано заявление, что НАТО будет считать нападением. Потому что граждане, проживающие в странах НАТО, если они, не дай бог, подвергнутся радиоактивному заражению, это будет покушение на убийство. Потому что мы знаем, что от радиации на сегодняшний день лекарства нет. Это гарантированная, медленная и мучительная смерть для человека. Так что, вот такое. Сейчас пытаются это дело на документальном уровне утвердить. Посмотрим, как проголосует Сенат и будет ли это инструментом к действию. Ну и заодно еще одно предупреждение для Рашизской Федерации. В Украине, помните, да, мы говорили с вами про Байкар-компания, так она называется, а выпускает она Байрактар. Беспилотники ТБ-2, которые мы знаем, и беспилотник Акинчи. Это совместный беспилотник украинско-турецкий, наши двигатели, а планеры электроника турецкая. Так вот, год назад речь шла о том, что Байкар-компания должна построить у нас завод. И летом, по-моему, прошлого года была информация о том, что они оформили, закончили оформлять земельный участок. И сейчас, ведь они не сидят сложа руки. Они полностью все готовятся для того, чтобы в любой момент запустить, как только будет возможность запустить строительство. Турецкая компания Байкар получила лицензию на производство в Украине ударных беспилотников Байрактар и Акинчи. Завод планируется открыть в 2025 году. Вот такая вот новость от Турции. Ну и сегодня, уже, точнее идет, мы ждем результаты. Заседание Совета Безопасности ООН. Срочное заседание, не плановое, это экстренное заседание. И на заседании Совета Безопасности ООН будет обсуждаться вопрос теракта, угрозы теракта на Запорожской атомной станции. А также последствия теракта на Каховской ГЭС. Об этом сообщает американская пресса. Ну, наконец, ну хоть здесь посмотрим, правда. Кстати, инициаторами были Соединенные Штаты и Албания. Насколько я понимаю, Албания сейчас председательствует до 1 июля в ООН. И от ООН будет докладывать заместитель генерального секретаря по политическим вопросам. Она предоставит обновленную информацию о безопасности и гуманитарной ситуации в Украине. Ну, посмотрим, до чего они договорятся. Но, во всяком случае, уже то, что вопрос хотя бы вынесен на обсуждение Совбеза, это есть положительно. Насколько это будет эффективно, вот главный вопрос. Ну, посмотрим. Далее, продолжает поступать сообщение, то есть тенденция насыщения Украины, Украины, точнее, вооружением, западным вооружением, она нарастает. И каждый раз мы слышим о том, что еще идет, еще идет оружие. Ну, вот Рейнс Метал нас порадовал немецкий в том, что они собирались поставить Украине, нам с вами поставить 40 БМП Мардер, которые находятся в распоряжении завода. Но, когда они провели, опять же, видите, какое хорошее слово, аудит. Когда они провели аудит вооружения, выяснилось, что еще 20 БМП Мардер находятся на складах Бондесфера, которые можно присовокупить к этой партии. В результате принято решение, и завод готовит к отправке в Украину уже не 40, а 60 БМП Мардер. Ну, я вам скажу, что это практически два батальона. Два батальона на Мардерах, это очень хорошее подспорье. Так что все идет, все продолжается. Но, и с другой стороны, к сожалению, всегда, когда есть плюс, должен быть, может возникнуть и минус. Так вот, журналисты провели расследование, радио Азатык и проект Схемы, украинской службы радио Свобода. Они провели расследование по поводу поступления товаров двойного назначения и военной техники через Казахстан и Кыргызстан в обход западных станций. Вот, кстати, санкций. Вот, кстати, вчера я не вспомнил пятую страну, я вам называл, которая является основными поставщиками и основными держателями серых схем по поставке России товаров двойного назначения и товаров военного назначения. Так вот, журналисты провели расследование, и, ну, я тут, они все документально подтвердили, таможенные декларации на ввоз, вывоз, использовали данные торговые, да, торговые данные ООН. То есть, это все задокументировано, есть суммы, есть количество и есть сравнительная характеристика 21-го года торговли вот этими же товарами между Россией и Кыргызстаном и Казахстаном и статистика за 22-й год. Так вот, там я скажу так, что картина очень нехорошая. То есть, Казахстан и Кыргызстан полным ходом закупают и перепродают Российской Федерации чипы, микросхемы и другие компоненты, запчасти для летательных аппаратов, так это числится по документам, которые потом используются при производстве ракет, дронов и другого военно-технического имущества и боеприпасов. Вот такое вот расследование. Ну, и сегодняшняя, ну, хотел сказать, вишенка на торте, наверное, скажу ананас на торте, потому что новость просто сногсшибательная. Вы все видели уже, кто не видел, рекомендую, появилось целый ряд видео, по-моему, три на момент начала записи этого видео. Я видел три видеоролика, опубликованные Пригожиным. Все бы ничего, но это бомба. Эти три ролика, они содержат информацию, которая может взорвать, взорвать крем или изнутри. Пригожин записал ролики, ну, я вам говорил уже неоднократно, и еще раз повторю, что смотрите на Пригожина уже не на как кошелек Путина, не там члена, точнее, он не член кооператива «Озеро», но его считали одним из кошельков Путина, и глава там частной военной компании, это все отходит на второй план. Смотрите на него, как на политический проект. Тем более, что каждый раз поднимая планку и поднимая ставки в своих заявлениях, в своих громких фразах, он прекрасно себя чувствует, живой, здоровый, и никто не затыкает ему рот. Значит, за его спиной стоит очень влиятельная силовая структура, которая может обеспечить ему безопасность и дает добро на такие, ну, я бы сказал, взрывы, информационные взрывы в российском медиапространстве. Так вот, один ролик содержит то, что Донбасс 8 лет, что Украина не бомбила Донбасс 8 лет, а только обменивалась боеприпасами, обменивалась в кавычках, боеприпасами с позициями россиян. То есть он говорит о том, что вооруженные силы Украины ввели огонь исключительно по позициям российских войск на территории Украины, которые они занимали, оккупировав отдельные районы Донецкой и Луганской областей. По жилым кварталам никто не стрелял. Все эти годы Донбасс разворовывался, в частности, с сотрудниками администрации президента, говорит Пригожин. Администрации президента России имеется в виду. Понятно же. То есть, представляете, куда удар? Он ставит в вину, что администрация президента Путина разворовала все, что выделялось для Донбасса. Также террорист добавил, что вооруженные силы Украины не собирались нападать на Россию с блоками НАТО, и что Министерство обороны России обманывает общественности президента. То есть, получается, война эта не имеет под собой никакого основания? Ну, это правда. Мы ни на кого не собирались нападать. И теперь об этом вслух говорит Пригожин. Ну и к качеству примера он приводит то, что... Он говорит, что войну навязало Министерство обороны для того, чтобы скрыть хищения, те миллиардные хищения, которые происходили в Российской армии. Плюс раздать себе должности, звания, ордена и медали, списать на войне все, что было украдено, и спокойно почивать себе на лаврах дальше. Плюс они надеялись получить политические преференции, как дает понять Пригожин, в результате победоносной, небольшой победоносной войны. Они думали, что будет как, например, с Грузией. И в качестве того, насколько врет Министерство обороны России, Пригожин говорит, что никто не уничтожал 60 леопардов. Это полная, тотальная чушь. Сейчас российская армия отступает на Запорожском, Херсонском направлениях и умывается кровью. Вот что говорит Пригожин. Посмотрим, как отреагирует Кремль. Ну, тут не важно Кремль. Дело в том, что Пригожин, я вам говорил, набирает рейтинг среди российского населения. И вот особенно то, что война бессмысленная, и то, что чиновники украли все деньги, и об этом знало, и крали именно чиновники из ближнего окружения Путина, а это значит и Путин знал о том, что они крали в таких масштабах. Вот это, на мой взгляд, бомба. И она сработает. Я думаю, что она сработает. Может быть не завтра, может быть не послезавтра, может быть через какой-то период времени. Но, потому что это не федеральные каналы распространяют, это распространяет интернет. Ну, интернета... С интернетом может соревноваться только сарафанное радио. Оно все равно работает быстрее. Как бы айтишники не старались, но сарафанное радио... И это, конечно, шутка. Ну, что ж, вот на таком вот надежде, оптимистической надежде, мы первый блок нашего видеообзора закончим. И я по традиции сделаю паузу, приглашаю... А вас по традиции приглашаю, те, кто не подписан, подписаться, кто смотрит это видео, поставить ему лайк, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Ну, и через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы, как обычно, по традиции. Это ответ на вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего обзора будет следующий. Хотел бы уточнить. Планирующие бомбы, используемые Воздушно-космическими силами Рашистской Федерации, все-таки высокоточные, маневренные, или же метаются самолетами, так сказать, на глазок? Спасибо. Нет, они высокоточные. И они маневренные. Единственное, что они инертные. То есть, у них нет двигателя, и они за счет инерции, за счет скорости самолета, за счет инерции, они постепенно, они планируют, крылышки открываются, вот этот комплект, который одевается на бомбу, они планируют, снижаются, ну, как такое, я бы сказал, управляемое, замедляющееся, потому что скорость тоже теряется, высота теряется, в пике. Вот, но за счет вот этих, за счет автоматики, за счет системы GPS, они прилетают, если летчик правильно скинул, эту бомбу, то есть, на нужной высоте, и на нужной скорости, то тогда у него хватит инерции, и высоты полета, для того, чтобы достигнуть точки, координат, которые введены в ее головную часть. Так что, это высокоточные, не на глазок. Они сбрасываются для поражения по координатам. В случае промаха зенитного бревна, что происходит, если, если самоликвидация, если самоликвидация, или это бандура может залететь в окно? Ну, давайте я напомню, что такое зенитное бревно. Зенитное бревно, это ракета без взрывчатого вещества, которая с вольфрамовым сердечником, и которая сбивает. То есть, это кинетический, у нее поражающий эффект, это кинетический удар. Баллистическая ракета, которая летит. Или крылатая ракета, которая летит. И да, если она промахивается, она может залететь в окно. Ну, условно, конечно, в окно. Вероятность такого залета очень низка. Именно поэтому, каждый раз говорят, что не игнорируйте сигналы тревоги, потому что летят обломки. Но, кстати, я должен отметить, что на сегодняшний день, вот это, так называемое, зенитное бревно, ракета с сердечником, твердосплавным сердечником, она же построена по принципу «одна ракета, одна цель». И не было случаев промахивания. Вот в чем. Я не знаю, может быть, там, в ходе испытаний, может быть, я не смотрел статистику, там, других войн, когда применялись эти комплексы Патриот с этой ракетой. Но, во всяком случае, в нашей войне ни одного промаха. Поэтому, поэтому говорить о том, что она куда-то упадет кому-то на голову, ну, я бы пока не стал. Но, теоретически, если промахнется, вот, то, да, она где-то упадет. Она будет лететь просто по обычной баллистической траектории, как свободно брошенное тело. И по законам физики, в конечном итоге, упадет на землю. Где-то там. Но у меня нет взрывчатого вещества, она цельным куском упадет, как, точнее, как цельное, целое изделие. Вот. Единственное, что, да, если попадет в дом, то будут разрушения. Если попадет в машину, то тоже будут разрушения. Если попадет в мягкую почву, то просто уйдет в землю. Потом ее надо будет. Ну, ее потом, она не взрывается, ее можно потом не искать. При работе ПВО есть ли возможность выбора точки перехвата ракеты противника, чтобы миминизировать ущерб от падающих осколков? То есть, старается ли сбивать ракеты подальше от густонаселенных территорий и насколько это реально возможно? Спасибо. Это возможно только при наличии необходимого количества ПВО, чтобы выставить его в отдалении от объекта, который защищается. Допустим, населенный пункт или город большой. Если у вас достаточное количество систем ПВО, таких как, допустим, Патриот, вы делаете кольцо противовоздушной обороны, которое там находится на определенном удалении от города. Смотрите, система работает в автоматическом режиме. Как правило, в таких случаях работает в автоматическом режиме. Как только РЛС видит цель, она ее тут же обрабатывает и определяет ближайшую по времени точку перехвата. То есть, ту точку, где может встретиться противоракета и цель. И, соответственно, происходит сход противоракеты. То есть, даже команду на пуск дается в автоматическом режиме. Для того, чтобы максимально дать системе возможность максимально эффективно вести борьбу с воздушными целями. Здесь сыграют доли секунды. Доли секунды упустил точку перехвата, все. Ракета преодолела, вражеская ракета преодолела твою противовоздушную оборону. Поэтому нет. У нас недостаточно, у нас катастрофически мало таких средств противоракетной обороны, поэтому мы вынуждены ввести объектовую оборону или защиту. То есть, когда комплекс ставится непосредственно над объектом и закрывает его как бы куполом. В этом случае, естественно, все обломки летят куда? На объект. Посмотрите, что у нас. Ну, Киев, яркий пример Киев. Пожалуйста, все обломки у нас, практически все обломки у нас в городе. Кроме, особенно баллистики, ракет-баллистики, потому что, ну, они летят в город, их тяжело. Крыла-то еще можно сбивать где-то на подходе. А баллистика сбивается буквально в 40 километров. Что такое 40 километров для падающей со сверхзвуковой скоростью ракеты на цель? Это вот практически над целью. Вот. Поэтому вот такая вот вот такая история. Когда их будет много, тогда обломки будут падать где-то в чистом поле. Пока их мало, обломки будут падать нам на голову. С одной стороны, мы будем под зонтиком ПВО и ПРО, но с другой стороны, обломки будут падать нам на голову. Что означает отдельный батальон рота? Формулировка отдельный непонятно. Что ж тут непонятно? Дело в том, что отдельный это значит отдельная воинская часть. Это значит, что у этого батальона есть свой номер ВЧ и своя печать. Естественно, он является юрлицом и может печать и дает ему право и подпись командира дают ему право вести административно-хозяйственную деятельность в рамках полномочий. И эти батальоны отдельные батальоны входят в состав бригады. Могут быть просто прямого подчинения как есть у нас в составе отдельные батальоны которые подчиняются оперативному командованию. Есть отдельные батальоны это отдельная воинская часть которая подчиняется допустим генеральному штабу или командованию рода войск тоже есть такие Такие части. Но слово отдельный. Роты раньше было, в принципе, в советской еще армии были отдельные комендантские роты. Сейчас их практически отдельных рот нету. Практически нету. А вот батальоны есть. Причем как в составе бригады могут быть три линейных батальона и три-четыре отдельных батальона. Может быть так. Бригада может быть до десяти батальонов. Вот что такое слово отдельный. Это воинская часть. Продолжение следует. У него есть более полезное применение. Надувной. А вот надувной с проволочной сеткой для обмана радара легче при транспортировке. Смотрите. Да. Действительно. Если машина технически исправна, то какой смысл ее ставить в качестве ложной цели. Ее, конечно же, надо применять по назначению. А ложными целями у нас занимаются инженерные войска. Они занимаются созданием ложных целей, ложных позиций. То есть они отрывают окопы, насыщают их определенными макетами. Правильно вам написали в комментарии. Один из видов этих макетов это надувные макеты. Кстати, был неплохой ролик и даже целая статья была в прессе о том, как чешское производство предприятий, которые производят эти надувные макеты, их демонстрировало. Танки. Они надуваются. Они из такой прорезиненной ткани. И там действительно в составе этой ткани есть медная нить, которая отражает электромагнитное излучение. И на экране РЛС вы видите, как будто этот объект из металла. То есть она создает полную иллюзию. Внешне очень реалистично. Тем более его красят в такой же камуфляж, как боевую технику. Поэтому по ложным целям... Да, и противник покупается и лупит по ложным целям. Ну, есть еще и самопальные макеты делают с применением. Вот можно, допустим, машину поломанную, да, или списанную машину, остов машины использовать. И на нее наварить что-то, прибить какие-то доски, бревна, шины. И в результате будет выглядеть, как, допустим, САУ или бронетранспортер, или что-то еще. И противник действительно может подумать, что это цель. И да, будет тратить на него боекомплект. И главное будет тратить силы артиллерии. То есть отвлекать свои артиллерийские системы на подавление или уничтожение этих целей. Вот такая вот история. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что будет, если сбить тактическое ядерное оружие? Сдетонирует ли оно? Будет ли химическая угроза, а также волна, которая ломает электротехнику? Смотрите, ну мы уже неоднократно об этом говорили. Я понимаю, тема сейчас очень больная и животрепещущая. Нет. Тактическое ядерное оружие, в принципе, как и любое вооружение, как правило, взрыватель приводится в боевое положение на конечном участке траектории. Это артиллерийский снаряд взводится сразу после вылета из канала ствола. А ракеты, бомбы, взрыватель приводится на конечном участке траектории. Поэтому, если вы собьете, допустим, ракету с ядерным боезарядом, то ядерного взрыва не будет. Будет просто разрушение ракеты, пожар, топливо и так далее. И развалившаяся головная часть, те радиоактивные элементы, которые находятся в голове, они будут излучать радиацию на местности и, естественно, создавать радиационный фон. Но это будет локальное место, которое подлежит рекультивации и подлежит обеззараживанию. Никакой химической угрозы там не будет. Кстати, и, соответственно, если не будет ядерного взрыва, то не будет поражающих факторов, то, что вы спрашиваете, электромагнитного излучения, которое выводит из строя электронику. Этого не будет. Но, я должен отметить, что в условиях радиационного заражения электроника тоже не работает. Если излучение довольно большое, среднее или большое, то электроника может выходить из строя. Вот фотопленка, допустим, она засвечивается от воздействия радиации. Ну, вспомните даже опыт Чернобыля, почему применили тогда личный состав воинских частей, как назвал этот один из авторов фильма, биороботов. Потому что роботы электроника на дистанционном управлении не срабатывали в условиях радиации. Радиосвязь сигнал не проходит и схемы в условиях радиоактивного заражения, электрические схемы тоже перегорают. Не только от импульса. Поэтому вот такая вот ситуация. Но взрыва не будет. Не будет. Придутся, берут обломки, снимут там верхний слой земли и это все будет похоронено в специальном могильнике. Ну, так должно быть. Доброго дня. Добрый, что в нашей столице и Киевской ГЭС стоят патриоты. А как же другий ГЭС? Та же Днепровская. Там же нет, чем сбивать баллистику. Дякую. Ну, я уже ответил на этот вопрос. Еще раз повторюсь, что невозможно с баллистическими ракетами вы не разрушите дамбу так, чтобы произошла техногенная катастрофа. Я не знаю, какое количество ракет. Но это надо посчитать, сколько надо ракет, чтобы они попали в то место, где наиболее уязвимое в дамбе. Чтобы, допустим, вывалить большой кусок дамбы и создать... Смотрите, даже вот я там приводил, уже рассказывал, приводил примеры из 43-го года, когда взорвали Днепрогесс советские войска, отступая, чтобы остановить немецкие войска продвижения. Взрывали изнутри. Завозили в машинный зал, заносили взрывчатку, в технические туннели заносили взрывчатку. И только таким взрывом удалось, и то они вывалили кусок дамбы. И тогда действительно получилось примерно то же, что получилось сегодня с Каховской ГЭС. Но не было там 8-метровой волны на 100 километров вниз по течению. Нет. Был просто разлив водохранилища. То же самое сейчас. В техническом туннеле машинного зала, то есть плотину рвали изнутри. Снаружи ее раздолбать очень и очень тяжело. И даже если ее раздолбать, то сброс воды не будет настолько катастрофичным. Да, он будет аварийный, да, он вызовет подтопление, но катастрофичным он не будет. Что цунами пройдет, как вот расчеты делают на самом худшем варианте. Что цунами пройдет там на столько-то километров и смоет все на своем, вот такой-то высоты и смоет все на своем пути. Поэтому по поводу ракетного удара, во-первых, попасть надо. Но если верить данным, которые сейчас озвучены офисом президента, что в городе Кривой Рог пытались попасть в дамбу. Но по данным некоторых иностранных источников, то ракеты упали в полутора километре от дамбы. Это очень далеко для высокоточных ракет. Видимо, либо не дамба была цель, либо действительно криворукие российские операторы ввели задом наперед координаты. Ну, что-то вроде такого. Добрый день. Скажите, пожалуйста, если бы эти аварии, эти варвары взорвали бы ГЭС во время переправы, то урон нашим ребятам был бы значительно больше за вашу и нашу перемогу. Гаудмаржос Украинас. Ну, судя по слову, напоминающему Гамарджобед Геннадсвале, то я так предполагаю, что зритель из Грузии. Смотрите, да, действительно, если бы взрыв прошел во время переправы, то да, мы бы могли понести потери, особенно в технике. Почему? Потому что сложить понтон... Во-первых, вода не шла сплошной стеной, то есть не было цунами. Был просто резкий подъем воды и ее разлив на большой площади. Поэтому убрать понтонный мост можно, но та техника, которая переправлена была бы на левый берег, да, вот ей бы деваться было некуда. Наши были бы заперты. И с одной стороны, им уходить вглубь территории, это нарваться на российские войска. Ну, это мы гипотетически рассуждаем, если бы переправа осуществлялась через Днепр, и в этот момент расистские оккупанты взорвали бы Каховскую ГЭС. Так вот, та группа войск, которая, та часть войск, которая успела бы к этому моменту переправиться, вот она получилась бы в ловушке. Ей бы некуда было деваться. С одной стороны, бы ее подпирала вода, с другой стороны, идти вглубь территории, оккупированной противником, это фактически самоубийство. Поэтому, да, ответ на ваш вопрос, что если бы во время переправы это произошло, то это бы принесло нам дополнительные потери, или большие потери, чем могли бы быть в случае обычной переправы. Ну, я пока не вижу предпосылок, точнее не предпосылок, а не вижу тенденции, что мы планируем какую-то операцию по форсированию Днепра. Может быть, она и была, может быть, спланирована. Но, видите, взрыв Каховской ГЭС, мы говорили, что он по срокам может нести. Сейчас подождем, там подсыхает все. Остались там считанные сантиметры воды выше нормы, уровня подъема воды. И фактически мы, сейчас идет уже ликвидация последствий этой техногенной катастрофы. Ну, а дальше посмотрим, что будет делать наш генеральный штаб, какие решения будут приняты. Мы сразу все увидим. Будет форсирование Днепра, не будет. Пригожин там говорил, что уже в голой пристани войска высаживаются. Ну, нету никакого подтверждения этим сообщением и о том, что там даже то, что ДРГ высаживается, никто об этом не говорит пока. Как вы думаете, с чем связана такая храбрость пригожинцев? Возможно ли использование наркотиков? Закон самосохранения никто же не отменял. Спасибо, привет из Сан-Франциско. Ну, и вот тут написали. Вам ли в Сан-Франциско не знать, что под наркотой человек потенциальный труп? В вашем городе улицы населены этими зомби. Какие из них солдаты? Но не соглашусь. Почему? Потому что вполне возможно применение наркотических веществ и транквилизаторов и алкоголя для снятия вот этого психологического барьера, страхового барьера, когда инстинкты самосохранения используются. И если тяжелые наркотики, то конечно, да, понятно, что с этого зэка не будет никакого солдата. Он откинется, или как там у него приход наступит, или что-то еще, и все, толку с него нет. Так, чтобы он соображал легкие наркотики. Да, они вызывают чувство эйфории, бесстрашия, но при этом человек в общем соображает. И если отдали приказ наступать, то он, естественно, а еще и в составе коллектива, то он наступает. Поэтому вполне вероятно, что легкие наркотики и транквилизаторы могли использоваться для накачки личного состава. Тем более, мы же знаем, что вот этот контингент из мест лишения свободы, они как бы склонны к их употреблению. Вопрос у меня, что на границе Сумской области? В границе Сумской области подтянулись расисты и техника. Да, мы знаем, что там не регулярные, не мотострелковые танковые части, там нет формирования наступательной группировки. Мы наблюдали перемещение ракетных подразделений, вот в частности комплекс БАЛ, это противоракетный комплекс с ракетой Х-35. Вот, дальность ее заявленная 260 километров. Некоторые средства массовой информации давали, что до 500. Ну, я объяснял, что пока нет документального подтверждения, что она летит на 500. И везде, в открытых источниках написано 260. Так что, да, ракетные войска там, точнее, подразделения берегового ракетного комплекса БАЛ там появились. Сам комплекс появился. Вот, но пока, в случае его применения, пока что не зафиксировано. Сразу же был еще вопрос, будем ли мы наносить упреждающий удар. Думаю, что упреждающего удара мы наносить не будем. Но, если этот комплекс будет, не дай бог, применен со стороны Российской Федерации, то я думаю, что вполне вероятно, что могут прилететь какие-то дроны непонятные. И непонятно откуда, и постараться этот комплекс вывести из строя вместе с его расчетами. Вот, так что, вот такая вот примерно ситуация. Но о накоплении мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений мы этого не видим. Как были те войска, которые там находятся на прикрытии государственной границы Российской Федерации, так они на сегодняшний день и несут там боевое дежурство. Других таких изменений или накоплений на данный момент не отмечено. Так что, вот такая вот обстановка. Ну что ж, мы на этом с вами ответы на вопросы вторую часть закончим. И у нас остается с вами третья часть. Это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали к предыдущим видео. Ну и начать вот третью часть, комментарии, хочу с такого большого комментария, который прислана. Это, кстати, вот оно ложится в общий контекст. Сейчас идет тенденция для разъяснения. Вот, кстати, хорошо, видите, поднялся вопрос сначала, что есть угроза аварии на Запорожской атомной станции и информированность населения для того, чтобы не было паники, чтобы было полное понимание тех угроз, которые реально могут возникнуть в результате этой аварии. Так вот, пишут с разных источников, объясняют. Ну и вот один из зрителей написал, я вам зачитаю комментарий, который, на мой взгляд, заслуживает внимания для понимания ситуации. И он пишет, здравствуйте, публикую ссылку на слова компетентного человека по поводу Запорожской атомной электростанции. Может, в следующем видео прокомментируете, он был прав, по ситуации на Запорожской АЭС. Можу всех заспокоить, другого Чернобыля не будет. И бути не может. Ось чему. Это было давно. Я тогда был главой Громадской Ради, Державной инспекции, Ядерного регулирования. И на заседаниях коллегии мы рассматрали и слушали результаты стресс-тестов на украинских атомных электростанциях. Нагадаю историю. После катастрофы на АЭС Фокусима в Японии, Крыни Європейского Союза вирішили провести стресс-тести, чтобы переконаться, что аналогичная беда на атомных электростанциях Европы не трапится. Украина также присоединилася к этому процессу. И 30 грудня 2011 года Державная инспекция Ядерного регулирования опубликовала результаты стресс-тестов. За их результатами, на украинских атомных электростанциях были проведены технологические решения, которые включают возможность повторения аварии на АЭС Фокусима. Вокрема, были созданы системы, чтобы отключить возможность выбуха реактора даже за умови втраты электропостачания, втраты редины охлаждения, землетруса и других несправных обставин. Отто ж, скажу, никакого выбуха реакторов на АЭС не может быть. Когда нас лякают Чорнобилем, то забывают сказать, что про принциповую измененность реакторов на АЭС. Там установлены реакторы типу ВВЕР-1000, проект В-320. Від чорнобильских реакторов РБМК-1000. По-перше, все реакторы ВВЕР-1000 сховані у герметичный конфаймент, оболонку с 1,5-метрового напряженного залезобетону, которая должна поддерживать как внешнее падение легкого літака, так и внутренний выбух, аварий и выкид радиоактивных материалов. На Чорнобильской атомной станции такого конфаймента не было. До речи, его нет и на Ленинградской, Курской и Смоленской атомных электростанции, где до сихи эксплуатуются чорнобильские реакторы РБМК. Не варто там необачно курить. Отож, реактор закритий в герметичной оболонке, за которую ничего не выйдет, хіба что орки начнут планомирно бомбардувать эту оболонку деколькими надпотужными бомбами. И даже после этого нужно разрушить корпус реактора. По-друге, на Запорожькій атомной станции в реакторах ВВР-1000 лишь 66 тонн урану в каждом реакторе. В Чорнобильскому реакторе было значительно больше, 192 тонн урана. По-третье, реактори на Запорожькій атомной станции доктритичны, на отличие от Чорнобильских, где были надкритичны. Это означает, что в реакторе не может статься самовильный разгон потужности, как это было на Чорнобильской станции. Если реактор ВВР-1000 залишит и без нагляду, то он самовильно заглохнет. Ага. Бачите, к чему видминность? Что реактор Запорожькій атомной станции без электропитания и без присмотра он сам задухает, а не разогревает. На ЧАЕС было навпаки, он начинал разогреваться. Максимум, до чего может привести катастрофа на Запорожькій атомной станции, это расплавление активной зоны и незворотное руйнувание самого реактора в середине вот этого оболонки. В таком разе мы не сможем відновить работу атомной станции, адже реактор ремонти не подлягает. Всі прогнози, за которыми Україну и Европу накрие хмара радоактивного забруднення після аварії на ЗАЕС, це маячня для жовтої преси. Перший радоактивный контур теплоносия теж находится в середине цієї оболонки. Если будет вытек, то это будет внутренняя авария на атомной станции, но не катастрофа национального масштаба. Потенційною загрозою на майданчику Запорізької атомной є сховище відпрацьованого ядерного палива. Це близко ста дуже міцних залізобетонних контейнерів, що стоять під викритим небом. Вони дуже надійні, але не передбачені на випадок потенційною, так, але не передбачені на випадок цель спрямованого бомбардування. Але навіть в такому разі при підриві може статися розгерметизація декількох контейнерів зі ста наявних, але ніяк не всіх одразу. Масштабна біда може статися хіба що у випадку удару по Запорізькій атомної станції тактичною ядерною зброєю. Але це буде вже зовсім інша історія. Руйнування дамби Каховської ГЕС вже наробило поки що значно більшої шкоди, ніж будь-яка потенційно можлива аварія на Запорізькій атомній станції. Так що можете спати спокійно. Ось такий коментарий прислал один із наших зрителей. Ну а ми йдемо с Вами далі. І следующий коментарий буде звучати так. Господин полковник, подобна процедура аудита в капіталістических странах Вполне норма, живу уже давно в Канаді і не раз сталкивався з подобними действиями со сторони государства. К примеру, кожен год ми делаємо налоговий отчет. Федеральний і провинціальний. Так вот, иногда государство, подсчитав наші налоги, возвращає нам наші деньги. Или наоборот, ми доплачиваємо. Мамы Канады получають деньги на ребенка до 18 лет. В зависимости от семейного бюджета. І варірується сумма на ребенка от 200 до 700 доларів. Плюс-минус. Поэтому практика аудита в таких странах вполне норма. І нас уже не удивляє. Особенно коренных жителів. Але в целом, да, це показатель цивилизованной страни. Привіт від друзів з Канады, слава Україні і ВСУ. Пожелання скорейшей побіди Україні від жителів Великого Новгорода. На ваш вопрос вчера на свободі відповідав воєнний експерт із Ізраїля Давид Шарп. На мій взгляд, українці не планировали форсування Днепра. У них не було і не должно бути сил на создання полноценного не тільки форсування, а в першу чергу удержання і розширення обширного плацдарма на берегу реки Днепр. Це дуже складна задача. В своє часи не справились со снабженням правобережної херсонської групи через Днепр, коли мосты і переправи оказались під ударами артиллериї. Рішить проблему создання устойчивих переправ через Днепр при форсуванні, на мій взгляд, українська армія при її нынешніх возможностях не змогла б. Будь она американська – да, але таких возможностей у українців не було. Т.е. проблема не в достижении прибрежной полосы, которая заминирована, а в создании плацдарма, що у нього дуже сложно і затратно. Так що це не варіант. К тому же до берега йти 10 км по совершенно открытій містності – тоже нереально. Це к вопросу о возможності форсування Днепра там, де спустили Каховське водохранилище. Хай щастить, йде боротьба со всімірним злом. На жаль, не усі розуміють, боротьба дуже важка. На снагі усім нам та перемоги. Привіт закупованій території. О, какой у вас оптимізм. Молодці. Добрый день. Мои мисли по поводу наших пленных в Венгрии. Может, вони вибрали етнических венгров і на цій почве хочуть провести провокацию? Вполне вероятно, що вони принуждають людей, щоб… Ну там же я говорив, там замысел в тому, що эти люди, по идеї, должны оговорити Україну і поблагодарити Русську Православну Церковь Московського Патриархата, що їх якоби спасла. Ну і сказати, що Россія – друг, брат, сват, кум і так далі. А ми говоримо, що це черт. Олег, як ви прави насчет бреда в головах росіян. Я живу в Казахстане. І мені є з чим сравнівати. Уровень жизни до і після вступлення в Таможенний Союз і прочі об'єднення з РФ і Республіка Беларусь. Неравномерне розпределення доходів від Таможенных сборів. Вітіснення собственного производителя між російськими і багато інших причин, які привели нашу растущу економіку до стагнації вначале. А тепер і к предкризисному состоянию. Пусть не сравнивають Україну з Казахстаном. Ми тепер сильно зависимо от РФ. А могли б і дальше розвиватися. Голову у них не працює. Ібо там вместо мозгов вата. Слава Україні! Ми казахи за вас! Уважаємий Олег, ви все верно говорите. Плюс ко всему, в 2 км от населенного пункта Калининис є такий закритий городок, як Краснознаменськ. Там находится главный штаб ракетных войск. Это не секрет. Спасибо большое. Ну, это к вопросу о том, что дроны там чуть-чуть не долетели до Кантемировской дивизии. До какой-то воинской части из состава Кантемировской дивизии. Ну, вот зритель написал, что там оказывается в Краснознаменске находится главный штаб ракетных войск. Ну, спасибо вам огромное за информацию. Будем знать. После первоначального сопротивления просьбе президента Зеленского о поддержанных американских истребителях, президент США Джо Байден на саммите G7 в Японии две недели назад дал зеленый свет западным союзникам на поставку Киеву истребителей четвертого поколения, таких как «Хорнерс» и «Ф-16». Австралия, США и Украина обсуждают отправку 41-го истребителя ФА-18 «Хорнер» королевских ВВС Австралии в Киев для выполнения части запроса президента Владимира Зеленского на истребители. Ну что ж, вот такой оптимистичный комментарий. Да, мы знаем, что переговоры с Австралией ведутся, и вроде бы как идут они успешно. Так что вполне возможно, что мы еще можем получить, кроме тех «Ф-16», которые сегодня заявлены некоторыми странами Европы, нашими партнерами по поддержке Украины, да, действительно могут добавиться еще и австралийский «Хорнер» «ФА-18». Там Канада тоже изъявила желание, вполне возможно, что они тоже дадут такие же самолеты. А может что-то свое дадут. Ну, «Гриперы» шведские, кстати, был разговор, что шведское правительство разрешит Министерство обороны Швеции начать подготовку наших пилотов. Хотя про передачу самолетов никто не заикался. Ну, вы же прекрасно понимаете, зачем готовить пилота, если не давать самолет. Если готовим пилота, значит, что самолет дадим. Ну что ж, вот на этом мы с вами, наверное, сегодняшний видеообзор по оперативной обстановке закончим. Я благодарю вас за ваше время и внимание, что вы досмотрели до этого момента. Напоминаю тем, кто не подписан, подпишитесь на мой канал, смотрите мои видео в оригинале, на моем канале. Кто смотрит это видео, поставьте ему, пожалуйста, лайк, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Огромные слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну, а мы с вами продолжаем верить в силы обороны Украины. Перемога наша! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине!